В Актобе строгий выговор объявили директору одной из образцовых гимназий за то, что прямо на занятиях в учебном заведении начали травить блох и мошек. Дети едва не задохнулись от едкого дыма и в панике стали выбегать из классов. Лайла Уесова расскажет о школьном инциденте. Мама, я тебя люблю! Эти кадры сняли учащиеся девятой гимназии. Перепуганные дети от страха кричат, плачут и бегут к выходу. Клубы белого дыма из окон верхнего этажа заметили и прохожие. Причиной такого ажиотажа стала плановая обработка школьного подвала от блох и мошек. Распылять яд начали ближе к семи вечера. Едкий дым по вентиляционной шахте успел подняться наверх и окутать учебные кабинеты. На уроках еще находились около ста учеников пятых и седьмых классов. СССР вроде бы, как она, уведомила, что это безвредно для детей. Никаких постельствий там не должно быть. Всегда осенью, весной травят от блох, от комаров травят. От едкого дыма у детей стали слезиться глаза и першить в горле. Их сразу вывели на улицу и передали родителям. Как сообщили в службе дезинфекции, насекомых в школьном подвале травили методом горячего тумана. Распыляли препарат Кеотрин-СК5, который по степени воздействия относится к четвертому классу малоопасных веществ. Городским управлением санитарно-оптимеологического контроля не выдавались какие-либо предписания о проведении дезинфекционных работ в указанной школе. На данный момент экстренных извещений о случаях отравления детей с данной школы не поступало. В местах проведения обработки не допускается присутствия лиц, не имеющих отношения к обработке. По данному случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. По результатам сообщим дополнительно. К слову, администрация школы пыталась замять инцидент, но после общественного резонанса в учебном заведении начали проверку. Директору уже объявили строгий выговор. Салиха Казбаева до последнего утверждала, что дезинфекция не опасна для здоровья школьников, хотя в тот злополучный день дети явно не чувствовали себя безопасности и испытали сильнейший стресс.